Седьмое небо по волнам мечты – территория счастья. В эти названия жилых комплексов верил каждый, кто вложил свои деньги. На деле же они получили недостроенные дома и гору проблем. 800 человек в крае официально признаны обманутыми дольщиками. На совещании в краевой администрации сегодня они в большинстве. Пришли даже те, кого представители муниципальных властей вовсе не ожидали увидеть. По поручению губернатора районные и городские главы должны были разработать план, как завершить возведение каждого долгостроя. Их копии направить региональным властям и самим дольщикам. Последние заявляют – документы к ним не дошли. Вы дали четкое задание – предоставить план-график. Не поверите, ничего предоставленного до сих пор не было. Уважаемый Евгений Иванович, поручение выполнено, план-график предоставлен. Вы с ними же контактируете, чтобы люди понимали, что их ждет через неделю, через месяц и к концу года, что их ждет. Тот график, который вы дали, вы кому дали? Предоставили и инициативный группе и отчитались перед Андреем Анатольевичем. Где этот график? На сегодня графика мы не видели. Вы между двоих можете разобраться? Вот до конца совещания. Этот график, он сидит, Ирина, вы ей и Андрею Анатольевичу на стол положите, и Сергею Анатольевичу. Вот до конца совещания вы можете выйти и принести этот график. Есть предел терпения моего. Я понимаю, что вы стараетесь, но дело в том, что мне нужен результат, а не видимость действий. Ждать окончания совещания не пришлось. Все бумаги были переданы уже через несколько минут. Чтобы достроить проблемные дома, практически в каждом случае приходится привлекать новых застройщиков. Сегодня они тоже за столом переговоров. И к ним такое же требование губернатора – составить график всех работ. Ведь есть примеры, когда новый застройщик годами не может завершить возведение многоэтажки. Например, как это случилось в Новороссийске, где у подрядчика просто не хватает денег довести дело до конца. Уже есть два соинвестора, которые предварительно согласны участвовать в строительстве наших объектов. И к концу ноября мы готовы представить отчет о проведенной работе по привлечению соинвесторов. От этого результата будет зависеть уже сроки завершения работ по объектам. Вы изначально или прибыль уменьшите, или аппетиты. То есть не нужно браться застройку того, что не можете построить. Дайте тот алгоритм, который их обнадежит. И не то, что обнадежит, вы еще его реализуете. Этот алгоритм. На совещании глава региона детально разобрал ситуацию самых проблемных объектов. Больше всего таких домов, конечно, в Краснодаре. Сегодня практически по каждому найдено решение. Долгострои есть в Сочи, Анапе, Новороссийске и Горячем Ключе. Согласно составленным дорожным картам, достроить многоэтажки планируют до конца 2020 года. Но это только те дома, которые зарегистрированы в краевом реестре, а дольщики официально признаны обманутыми. И чтобы выполнить эту задачу, необходимо уже сейчас приступить к работе с инвесторами, считает Кондратьев. Все равно слабо, я считаю, ведется поиск тех инвесторов, которые будут достроены. Слабо. Вместе тогда давайте понимать, неважно, это будет администрация тех муниципальных образований, где эта проблема существует, краевая администрация, непосредственно дольщики. То есть весь спектр возьмите, рассматривайте, лишь бы была уже гарантия, потом достроена. Все коллеги, которые от власти здесь сидят, мэры городов, руководители департаментов, управлений, вот никакие объяснения, почему не получилось, мне не нужны. Вы можете мне вообще ничего не говорить, ничего промежуточно не докладывать, но результат выдать. И все проблемные дома, которые сегодня проблемные, должны перестать быть таковыми. Все. Вот это все, что сегодня мне нужно. Разговор на эту тему было принято продолжить. По поручению Вениамина Кондратьева в крае создадут координационный совет, в который также войдут руководители всех силовых структур. Первое заседание проведут уже на следующей неделе.